Девчонки, привет! Спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. Евровидение — это ответственный конкурс, прежде всего перед артистом, перед страной, естественно, тот артист, который будет представлять нашу страну. Вы выпускницы, можно так сказать, X-фактора. Что сподвигло вас принять участие в национальном конкурсе Евровидения? У меня поправочка. Давай. Я бы не сказала, что мы выпускницы X-фактора, поскольку мы были всего лишь на одном эфире, мы отказались в силу своих каких-то занятостей проходить дальше. Мы существовали еще и до X-фактора. Нашему коллективу уже сколько лет? Четыре. Поэтому мы не выпускницы X-фактора, мы просто проходили там ученицы. Хорошо. Почему решили принять участие в Евровидении? Даша? Давай правду, Ира. Правду? Да, давайте правду. Ладно, хорошо. Смешную правду. Настоящую. Настоящую правду. Ну, в общем, я уже рассказывала на одном эфире это, и повторю на этом. У меня мама очень бы хотела, чтобы Данилка стала ее зятем. Поскольку он будет в жюри этого конкурса, я сказала, девочки, мы должны пойти обязательно, чтобы я там... Блеснула. Да, да, познакомилась. И он не сможет мне больше отказать. Вот, поэтому девочки согласились. И вот такая банальная причина. Любовь, любовь. Серьезно? Да. Ну, хорошо. Вы готовите песню. О чем эта песня? О любви. О любви, конечно же. О любви, конечно же. О любви, конечно же. О любви, что ли? Серьезно? Это пройденный этап уже, наверное, да? Да. Это скорее о привязанности, болезненных таких переживаниях, об иллюзиях, которые человек питает, будучи в отношениях, в каких-то тоже нездоровых немного. И в общем... Кто автор песни? Панни Валькова. Панни Валькова, то есть вы втроем. Она всегда диктует нам, что делать, и мы просто, она нам руководит, а мы исполняем свою работу. У нас, кстати, очень интересное название вашей группы. Кто придумал ее? Она сама придумала, мне кажется. Ну, у нас есть несколько версий. Две. Мы, на самом деле, просто сами не знаем, поэтому... На версии у нас должен был быть первый концерт, и не было названия. И нам очень нравилась идея пани и фамилия, потому что пани, мы все девочки, а вот фамилия, это был вопрос. И вот пани Пугачева, Кульшенко, Лузина как-то некрасиво звучит. И у нас есть подруга Оля Валькова, она наша муза, она всегда нас выручает, помогает, ну, все эти годы. И мы решили, что пани Валькова — это отличная идея и созвучная, и выражает еще некий смысл, что есть такая муза, которая нас оберегает и ведет. А вторая версия? Это легенда. В общем, в эту ночь перед концертом я уснула, и во сне мне пришел Фредди Меркурий, который вот здесь у меня на руке набит. И я у него спросила, Фредди, как же нам назвать нашу группу? И он говорит, пани Валькова, я прихожу на репетицию, рассказала девочкам, и мы такие, да, действительно, это подходящее название. Поэтому мы все пани Валькова. А ваша подруга не против была? У нее не было выбора. Да, к несчастью, ей тоже выбора никто не предоставил. Работа муза, она тоже тяжелая, но она справляется, кстати, отлично. Кто пишет вам песни? Пани Валькова. Да, да. Это такое, в общем-то, это была шутка долгое время, а потом мы поняли, что в этом что-то есть, некая общая идея, концепция, которая диктует нам, что делать. Если мы чувствуем, что песня должна быть вот такая, мы просто все одновременно, например, играем, и вот идет какой-то общий поток, мы понимаем прекрасно, нужно так или вот так. Точно знаем нет, точно знаем да. И точно знаем, на каком языке должна быть песня, прям чувствуем это, не сговариваясь. Поэтому, в общем-то, это уже перестало быть мифом, действительно, есть некая общая сила, которая нами руководит. Где берете вдохновение? В жизни, это всюду. Друг в друге, берем вдохновение в музыке, других тоже мы слушаем, это разные источники, но, наверное, мы на какой-то одной волне находимся, потому что вместе чувствуем очень часто одинаково. Ну, вот находиться в женском коллективе, когда у нас три человека, возможно, у вас есть какие-то ссоры, прям что, как говорят, женская дружба не бывает. Не важно в каком, но вы можете быть и в мужском коллективе, у вас тоже будут возникать ссоры, это так странно, конечно, всегда сравнивать с женщиной. Женская дружба, значит, три змеи, которые друг друга перевернут. Почему-то женщины вообще как будто бы не умеют дружить, на самом деле умеют дружить, и у нас, конечно, бывают свои конфликты, особенно даже по музыкальной части, но, поверьте, они есть и в мужских коллективах, и их бывают и не меньше, и даже больше. У нас, например, нет какой-то понятия эго, мы для себя в коллективе решили, что есть общая задача, мы общую задачу делаем. Если кто-то не справляется, мы поддержим друг друга, и если начинается спорный момент, у нас есть голосование такое, трое, это все-таки удобно, поэтому есть два за, один против, извините, ты в меньшинстве. Поэтому все-таки вот эта вещь работает, мне кажется, мы более разумно подходим к работе в коллективе, не как к эмоциональному какому-то веселью, скажем так, или грусти, которая постоянно наваливается периодически. Мы скорее конструктивно работаем. И часто говорим друг другу именно в лицо, без каких-то замалчиваний, именно правду, что мы хотим сказать, а не выдумываем, ой, как-то так, подъезжаем. Это просто концепция работы, мы для себя ее приняли и поняли, что она классно работает, и, возможно, другим коллективам, у кого есть ссоры, тоже было бы неплохо быть открытыми друг с другом. У вас следите за конкурсом Евровидения? Ну, я немножко слежу, мне интересно всегда, да. Может, у тебя есть какие-то ориентиры в этом конкурсе? Конечно же, Джамала, это моя любовь, Джамала, ну, наша любовь. Кстати, Джамала тоже национально. Я знаю. Да, мы очень рады, кстати, что Джамала в жюри, она нам очень импонирует, мне кажется, она вообще нам по духу вообще очень близка. Мне нравится, что она вот, я сейчас смотрю голос Украины, она очень жесткая на самом деле, вот в работе, и мне, и мне, и нам это импонирует. Мы тоже, в общем, ой, ты так красиво поешь, нет, давай работай. Вот так. Да, это уже наша тема. Девчонки, но конкурс Евровидения, это в первую очередь креативность, европейские зрители очень любят эту креативность. Можно посмотреть за последними событиями в конкурсе Евровидения. На что вы ставите ставку в этом конкурсе? На шоу, на вокал или, возможно, у вас какая-то есть идея? Ну, мне кажется, все в комплекте. У нас будет и костюмы, у нас будут и песни, будет и вокалы. Постараемся как-то эмоционально выйти на одну волну и передать точно мысль, которая заложена в песне. Ну, посмотрим, как это получится. Да, я думаю, что еще наша сила в искренности, и мы не пытаемся быть кем-то другим, а вот такие, какие мы есть, такие мы и будем на сцене. Ну, конечно, в красивых костюмах. И, конечно же, с балетом. Смотрите, конкурс, опять-таки, Евровидение, мы вернемся, к этому он очень ответственный. И, естественно, после победы Джамалы за нами уже следит европейская пресса, и букмекеры за нами следят, и очень, скажем так, смотрят национальные отборы. И, естественно, они будут ориентироваться не к тому, как мы организуем это шоу, а как Украина сможет представить второй раз свою страну, и сможет ли она выиграть. Вы готовы сломать стереотипы и попытаться выиграть этот конкурс второй раз подряд? Я готова. Мы готовы представить песню, как она есть. Не думаю, что кто-то из нас по-настоящему думает, пройдем ли мы дальше, волнуется на эту тему. Но вообще сам концепция конкурсов любых творческих, она немножко, мне кажется, такая шаткая, потому что это просто субъективное мнение какого-то количества людей. Поэтому задача артиста не пытаться подлизаться кому-то, сыграть какие-то эмоции псевдо показать, а скорее представить то, что есть. А выбор определяется вкусом людей, и этот выбор будет показывать, какое сознание у большинства украинцев и их вкус. Поэтому на самом деле там представлены абсолютно разные группы, и нам самим интересно, кого выберут, потому что это является определяющим фактором, вообще уровень населения. Кому отдаете предпочтение в национальном отборе? Ведь с вами участвуют, скажем так, вместе с вами 24 участника. Ну, конечно, наверное, нам близки молодые группы, такие как Вивиан Морт, Аторвальд, вот, кто еще? Ну, скорее, да, за их, их номера нам действительно интересны, возможно, посмотреть. Мы дружим очень с Вивиан Морт, и Аторвальд тоже, и знаем, что они болеют. Советуетесь между собой? Не советуемся, но всегда участвуем в жизни друга, все равно появляемся, какие-то вопросы задаем друг другу технические, например. У нас есть вопросы, которых мы пока не разбираемся, и можем кого-то спросить об этом. Не обращались со советом, например, Джамалем? Нет, а зачем? Мне кажется, Джамала бы не дала нам другого совета, кроме как «давайте, делайте», а Джамала тоже такой человек, который… У вас есть какой-то алисман, когда вы ходите на сцену? Мы есть друг друга, но недавно нам одна прекрасная певица подарила камни. И зарядила их энергией очень классной, и мне кажется, что перед каждым концертом мы теперь будем брать эти камни и заряжаться. Мы всегда обнимаемся, во-первых, перед выходом, это тоже такой момент, чтобы не происходило до этого. Все-таки на сцене мы уже одно целое, нужно функционировать как-то гармонично, взаимодействовать действительно открыто, поэтому мы всегда обнимаемся перед выходом на сцену, но, наверное, это тоже такой ритуал необходимый. Так и сделаем. Интересно. Будете смотреть полуфиналы? Будем стараться. Да, посмотрим. По загрузке. А голосовать, может, за кого-то? Посмотрим. За Паневалькова, возможно. Какие номера будут? Я просто послушала некоторые песни, и я пока не понимаю, что происходит. Ну, не все выложили песни, потому что очень многие будут презентовать прямо на Евровидении, мы тоже нигде не показываем эту песню, пока не случится самый фильтр. Почему, кстати? Ну, это специально, в общем-то, на самом деле, у нас очень много работы, и у нас нет времени читать какие-то комментарии по поводу, какая песня хорошая или плохая, вообще копаться в этом. Поэтому мы решили, что мы уже покажем ее там, где нужно ее показать, именно в том исполнении, в котором нужно это сделать, потому что пусть люди сразу увидят и чистую реакцию свою передадут. Да, чтобы они не обсуждали, это еще долго и нудно до эфира, а вот это их первое впечатление, и оно честное. Поэтому нам будет интересно, как люди отнесутся. А те ребята, которые уже опубликовали свои комментарии, ну, это их выбор. Вы слушали? Я некоторые послушала. И как? Да не знаю. Что вы понимаете? У нас, понимаете, у нас стиль чувственный минимализм, поэтому мне тяжело как-то... Оценивать? Да. Я в том, в чем я не сильна, я, например, есть тяжелая музыка, которых я в принципе не слушаю, я не могу оценивать. Она имеет место быть, это классная музыка, но я не понимаю, как должно быть. Я не слушаю такую музыку. Но это круто. На самом деле круто, потому что молодые группы, у них есть шанс сейчас выступить, показать свое творчество. И мне кажется, вообще украинцы уже готовы к такой музыке, уже нет... Да, то есть не такое уже табу, что там все упадут со стула перед телевизором, в общем-то. Уже давно пора приходить к тому, что музыки много, она будет разная. И население Украины пора, наверное, как-то осознать, что не только Этина Кароль есть в украинской... Кстати, о молодых артистах. Вы, ну, скажем так, молодая группа. Тяжело ли обрести популярность? Вот как по себе вы чувствуете? Это не думали, это происходит само собой, как результат того, что ты делаешь. И со временем там кто-то может тебя узнать на улице, все больше людей приходят на концерты, но это не самоцель. И задумываться о том, тяжело это и легко, мне кажется, артист вообще он не должен об этом думать. Он должен делать свою работу, да. Он должен делать свою работу хорошо. Что зависит, вот скажем так, у молодого коллектива? Главное, что? А хорошая, слаженная команда для того, чтобы их, скажем так, прокручивали, узнавали? Либо все зависит от вас? От нас зависит, конечно. От нас нет никакой команды. Да, у нас нет никакой команды, которая стоит за нами, там огромные какие-то продюсеры, кто-то еще, саунд-продюсеры. И почему задает этот вопрос, я перебью, прости. Потому что вот известные группы, которые к нам приходили, известные, более-менее артисты, а также участники Евровидения национального отбора, они говорят, что важно эта команда. В первую очередь эта команда, а потом уже, естественно, талант артиста. Но мы сами команда. Мы сами команда, поэтому это правильная вообще фраза. То есть в том плане, что мне кажется, что важно именно хорошо взаимодействовать, быть честным. Это тоже вообще первое командное правило, потому что если ты не доверяешь директору своему, например, это уже плохой признак. Если не доверяешь кому-то из участников, то это тоже уже все, провал считай. То есть наш бонус в том, что мы команда сами по себе. Я могу написать пресс-релиз, Даша может сделать афишу, Ира может позвонить и договориться организовать. Поэтому какое-то время мы работали только втроем. То есть у нас больше никого не было. Сейчас у нас здесь директор Оля Иванова, но и звукорежиссер мы подыскиваем. И в принципе на данный момент пока этого достаточно. У вас есть какие-то ориентиры в музыке? Возможно, у вас какие-то кумиры даже есть? Ну, наш общий кумир это Фредди Меркури, группа Квин. А из украинских мы все росли на эстетик-эдюкэйшн. У нас девчонки, может, еще какие-то... У нас все совпадает, да? Хабраха, мы тоже очень любим. И я буквально недавно, когда мы были на Тосвикенде, побывала первый раз на концерте Дахи Брахи вживую. И просто... Да, они очень классные. Просто это до мурашек. Поэтому, кто не знает, послушайте. Это лучшая украинская группа, ну вот, для нас. И так странно, они везде путешествуют, везде выступают по всему миру, а в Украине их очень мало кто знает. По телевизору по-прежнему ты их не увидишь, действительно. Как их знают в мире. Ну, девчонки, скажем так, победитель бывает один, и, естественно, на Евровидение кто-то поедет один. Или три. Я имею в виду, как группа, как одно целое. Я тоже бы это была. Вот, поэтому, скажем так, если у вас не получится пройти, и Украина не проголосует за вас, какие ваши дальнейшие планы? Возможно, вы хотите... Будем плакать четыре часа. Говорить все, что же честно. Возможно, вы поедете за границу. У нас уже есть планы, да. У нас есть свой вектор развития, независимо от того, как закончится Евровидение. Планируем весенний тур по Украине. И летом мы едем выступать по Европе. У нас есть уже некоторые города, подтвержденные даты. И, скорее всего, осенью будет в Киеве большой концерт. Если, конечно, Евровидение что-то внесет новое, то мы, в принципе, открыты. Мы можем приглашение. Да. Хорошо. Вы сами организовываете концерты? Сейчас уже нет. А раньше сами? Вот этими руками? Ну, вообще, весь процесс организации концерта мы знаем от начала до конца, потому что мы сами это прошли, начиная от афиши, заканчивая билетами, браслетиками, деньгами. То есть эти все вещи мы знаем. Вы попробовали это на себе. Но уже, да, перешли на ступень, когда мы не должны этим заниматься. Не хотим, но в общем, мы... Это просто дополнительные очень много звонков и суеты, которые происходят, помимо того, что ты еще музыкой должен заниматься. И задача музыканта — концентрироваться на своем выступлении, чтобы он нормально сыграл, а не на том, есть браслетики или их там нету. То есть вот эти все вещи не должны его касаться. На самом деле. Расскажите о своей гастрольной деятельности. Что, возможно, у вас интересного происходит? Даже не в Киеве, а, например, перед концертом. Расскажи про наш тур. Про наш тур. Ну, у нас был тур, это было весной. Мы отыграли киевский концерт в апреле. И потом сразу на следующий день поехали давать презентацию во Львове. У нас было 15 городов по всей Украине. И очень интересна была ситуация. Имеется в виду логистика концерта. В принципе, ты понимаешь, что уже владеешь ситуацией, ты знаешь, что тебе играть, как тебе взаимодействовать. А вот по логистике бывали интересные такие ситуации. Один день ты ночуешь где-то непонятно где, в какой-то странной квартире, где даже нет полотенца и прочего. На другой день в другом городе. Ты там в шикарном отеле. Именно вот эти контрасты, они очень классные на самом деле. И приходят на один концерт там 15 человек. Ну, я так утрирована. А на другой там 300. Ну, да, там очень опыта много, действительно. Зависит от города, от рекламы. А еще интересно, что мы поездили на машине. На поезде, на электричке с инструментами в 6 утра. Ну, то есть у нас был опыт очень обширный. Ходите на концерты своих коллег? Да, ходим. На кого? Последний концерт мой, я была на группе Stone Jesus. Это такие тяжелые ребята, в плане тяжелой музыки, я имею в виду. Они выступали в Атласе в декабре. Но они мне очень нравятся. То есть это не та музыка, которую играем мы. Скорее всего, между нами вообще пропасть в этом вопросе музыкальном. Но они очень круто. Их тоже трое. Они очень круто взаимодействуют на сцене. Они тоже очень открытые, общаются с залом. Мне кажется, они на нас очень похожи. Точнее, мы на них или они на нас, не знаю. То есть приятно, когда артисты живые на сцене. И ты понимаешь, что они... Ну, некая ирония, самая ирония в них присутствует. Они понимают, что это просто игра. То есть тот факт, что ты на сцене, не значит, что ты какой-то классный пацан. Ты просто делаешь какую-то свою работу в этой игре. А зал... То есть они ты делаешь, что ты музыкант, а они делают, что они хлопают. Вот как-то так. Это очень много юмора хорошего, такого, здравого. Поэтому это, конечно, на вагоновожатых я хожу. А вы? Я ходила на ее. Есть такая классная группа. Еще недавно была на концерте Lady Junk. Тоже потрясающая группа. Это маленький-маленький клуб был. Такой, как акустику они играли. Но очень здорово. Музыкальный ориентир у вас вообще в чем? То есть вы любите больше попсу, лимон, вот рок, я как называю. Очень разную музыку мы любим. И джаз слушаем. Хип-хоп слушаем. Все слушаем. Этническую какую-то там африканские племена. Классическую музыку много чего слушаем. В этом, наверное, есть наш бонус, что мы немножко отличаемся, может быть, по вкусам, но в итоге создаем вместе какой-то микс всего со всем. Я хочу вернуться к Евровидению. Почему-то у меня только что возник такой вопрос, что вы немножко конкурсе Евровидения несерьезно относитесь. Почему так думаете? Мы просто ко всему относимся с иронией, и мы можем рассчитывать на любой результат. И он будет хороший в любом случае. То есть мы понимаем, что мы хотим как можно лучше выступить, показать свою песню, но какой будет результат, мы готовы ко всему. Да, мы просто не концентрируемся на конкретной победе. Или обскакать коллег, или кого-то обсмеять, у нас этого нет. Мы просто хотим хорошо сделать свою часть работы, вложиться по максимуму, и это и сделаем. Поэтому, ну да, легкое такое спокойствие, на самом деле, в отношении результатов, голосования, это все суеты, у нас такого нет. Выйдешь ты на сцену, там вот так. Не, ну так ты волнуешься, ты волнуешься за то, чтобы хорошо все сделать, чтобы попасть там в правильную там ноту, там ничего не налажать. Вот о чем ты думаешь. Просто на этом же наша карьера не закончится вдруг. Поэтому было бы здорово, если бы все так к этому относились, просто делали свою часть и не распускали там каких-то... И в каких-то сложных ситуациях мы умеем тоже с юмором посмеяться, заметить какие-то свои промахи и легко к этому относиться. Конечно, с желанием, чтобы все было лучше, но иногда нужно уметь там с юмором. Что можете пожелать своим коллегам? Победы. Пожелать, чтобы все прошло хорошо. Пожелать, чтобы все было лучше, сделать все так, как вы запланировали, потому что всегда получается так, что ты что-то себе напланировал, и ты что-то забываешь. Вот как вы надумали, так и выступите, порвите всех, зажгите вашими номерами души, людей. Хочется, чтобы пожелать им Зина выступить очень качественно для себя, чтобы они поняли, что у них нет каких-то больших погрешностей в выступлении, они всегда могут произойти, чтобы человек не растерялся во время каких-то неожиданных поворотов. И, конечно, помнить о том, что задача вообще музыканта показать свою музыку. И благодаря вот этому отбору, очень интересному подбору музыкантов, вся страна увидит, что в Украине есть совершенно разная музыка. Вот о чем нужно помнить, наверное, когда ты выступаешь. В общем-то, не о победе, на самом деле. Вы когда подавали заявку на Евровидение продюсером ценового отбора, Константин Виладзе, он, естественно, слышал вашу письмо. Что он вам сказал? Можете открыть секрет? Красиво сказал. Он сказал, что ему понравилось. Сказал, кто у вас на барабанах играет? Даша говорит, я. Понятно. А кто у вас поет? Там, ты. Понятно. А кто играет на клашу? Понятно. То есть он так посмотрел. Он профессионал. У него очень было мало слов сказал, но было понятно, что он вник действительно во все вопросы. То есть он понял нашу идею. И было приятно иметь дело с профессионалом. Действительно, он почувствовал, что у нас не попсовая музыка. То есть там очень много инструментальных моментов. А на Евровидении песня должна быть 3 минуты. Она у нас, естественно, длиннее. Ее нужно обрезать. И он говорит, я понимаю, что вам будет очень сложно это сделать, потому что у вас другой формат, но все равно это придется. Но он почувствовал, что... Ну, именно о чем наша музыка. Да, нам понравилось, в принципе, с ним общаться. Как вы считаете, какой должна быть песня, чтобы выиграть Евровидение? Ну, по примеру, Джамалы мы поняли, что должна быть она искренней, в первую очередь. Неважно, может быть, она будет веселой, либо грустной. Да, раньше было такое убеждение, что Евровидение это какая-то веселуха, то есть что не должно быть грустных песен. Я уверена, Джамале все говорили, ты что? Это вот какой-то нудняк, о боже, кому это нужно, это боль. Но на самом деле показывает практика, что люди любят искренность. Поэтому вот... Что для вас Евровидение? Скажите, Евровидение это, тирай, и продолжите. Евровидение это возможность на всю страну показать огромный вариант, выбор, огромный выбор украинской музыки. Широту украинской музыки. Да, Саверна, это для всех одинаково. Да, да. Хорошо, давайте тогда я перейду к таким близ вопросам. Конкурс Евровидения, это политические конкурсы, да или нет? Я раньше так думала, сейчас даже не знаю. Да, возможно, в чем-то... В какой-то степени, да. Да, возможно, в чем-то. За кого бы вы отдали свой голос? За Джамалу. Ой, она уже победила. За Бонжови. Я за Ривен Морд. Девочки не знаю. Я, наверное, не буду голосовать вообще, просто посмотрю, как и люди проголосуют. Я послушаю всех и сделаю выбор какой-то. Как относитесь к жюри национального голоса? Отлично. С уважением большим. Хорошо, относимся, да. Хорошо. Спасибо за открытые звонки. Все, можно еще. Мне нравится. Вопрос наши зрители задавали. Почему вы должны победить и представить нашу страну на конкурсе Евровидения? Мы не должны. Мы этого достойны, мне кажется. Потому что мы представляем волну новой украинской музыки, которая сейчас начала в последние годы активно пробуждаться. И мне кажется, это созвучно тем процессом, который происходит в стране, в культуре. И это что-то новое и свежее. Боже, какой красивый. Как красиво сказала. Боже, я не могу. Глоток чистого воздуха. Можете спеть кусочек своей песни? Не можем. Мы решили, что мы презентуем эту песню только уже на отборе. Хорошо, любой своей песни, в которой она выглядит. Например, мне нравится Crazy Никита. Мы ждали этот вопрос. Но сегодня будет песня... Три-четыре. It's my life, it's our never, I'm gonna live forever. Я так не люблю пустое. Давайте don't worry. Don't worry, 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 don't worry. Яко! Don't worry, 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 don't worry. Don't worry, 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 don't worry. Класс. Потрясающе. Спасибо. По-моему, что это было много. Да, мне кажется, сейчас возник вопрос. Как вы настраиваете себя перед выходом на сцену? Медитируем. Да. Это неотъемлемая часть. А вы ходите на курсы медитации, возможно ли? Нет, мы занимаемся этим дома, независимо от курсов. Ну, просто стараемся сконцентрироваться на задаче, которая переносит. Не тратить энергию, мы перед выступлением никогда ни с кем не говорим, к нам подходят, можно сфотографироваться? Нет, после концерта мы стараемся сохранить энергию. Абстрагироваться, да, от внешних раздражителей и полностью сконцентрироваться на выступлении. Чтобы там показать то, что нужно, на самом деле. Кто у вас лидер в группе? У нас. У нас с Пани Валькова. Общая идея, которая решает, что нужно делать. Мы все повинуемся. Кто, скажем так, отвечает за вокал, кто отвечает за музыку, кто отвечает за инструменты? Такого нет. У нас все отвечают за все. Даша тоже поет, например, она играет на барабанах, но тоже поет. Да, да, да. Мы все тоже говорим. Ну, то есть вы проверяете все вместе? Да, да. Я считаю, что я должна проверить, настроены ли у меня камеры, грубо говоря. У нас есть наши инструменты, например, какая-то перкуссия, барабаны, это на Даше, понятно. Потому что она на них играет, мы там не знаем, какие у нее там тарелки, какие она будет брать. Но тогда я забываю, девочки мне говорят, ты забыла кахос. Мы стараемся сами, конечно, тоже контролировать звук. То есть для того, чтобы хорошо петь, например, мне, я должна слышать всех. И им точно так же всем. Поэтому мы на саундчеке отстраиваем каждое все по максимуму. И голоса, и инструменты все. Вы устраиваете фан-встречи со своими? Да, когда вы устраивали, никто не приходит. У нас был квартирник прошлой зимой. И это была идея в том, что придут наши самые близкие слушатели, будут задавать вопросы. Мы там играли, угощали всех пирогом, чаем. И это было очень классно и весело. И мы планируем такое совершать периодически. Они могут передавать нам записки с вопросами, мы на них отвечали. И была еще трансляция в интернете, поэтому прямая. Поэтому было, в принципе, весело. Интересно, она понравилась, мы бы еще повторили. Очень душевно, и прям каждого чувствуешь. Всех видно, да. Да. Возможно, вот есть такая практика, когда фанаты пишут артистам какие-то, возможно, тексты, песни, стихи, и из этого уже рождается песня. У вас такого не было? У нас, знаете, какой багаж своих песен. Что-то нам стихи никто не пишет. А, нет, присылал недавно один мужчина на почте, какой-то иностранец, писем 6, наверное, написал. Так это не для нас, это он просто сам по себе пишет песни. А, да. Мы ждем, когда нам напишут какие-то стихи, и, может быть, мы как-то там это все красиво выложим, не знаю, когда-нибудь. Но вы хотели бы посотрудничать из известных продюсеров? Возможно, украинских. Продюсеров? Да, продюсеров. Или просто с нами спеть, да. Или просто нас обнять. Хотя бы обнять. Мы не против. Что? Просто скатилось быстро. Заключая наше интервью, что можете пожелать им? Желаем вам сделать хороший выбор. Почувствовать сердцем, кто достоин представлять Украину, и это ваше впечатление будет настоящим. И придерживаться своего мнения всегда. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Желаю вам удачи. Спасибо. Желаю вам осколочки. И не будем болеть. Спасибо.